Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня мы поговорим о таком интересном, глубоком и достаточно обширном вопросе, как выбор окуляров для телескопа. Поехали! Итак, друзья, каждый начинающий любитель астрономии рано или поздно сталкивается с вопросом необходимости покупки дополнительных окуляров к телескопу, помимо комплектных, которые идут вместе с вашим прибором. Нужно отметить, что на современном оптическом рынке выбор данного типа аксессуаров очень велик. И если вы пока еще не очень хорошо ознакомлены с этой темой, запутаться крайне легко. Как раз таки в этом ролике мы постараемся расставить все точки над И, расскажем о важнейших параметрах окуляров, ну и конечно же дадим определенные рекомендации, какой наиболее оптимальный парк оптики будет по максимуму раскрывать возможности вашего телескопа. Что ж, пожалуй, начнем. Итак, для начала разберемся с основными параметрами окуляров, которые указываются в маркировке изделия на примере линзы Skywatcher UVA 58 градусов 5 миллиметров 1,25. Число 1,25 со значком дюйма это посадочный диаметр барреля окуляра, который должен соответствовать посадочному узлу вашего телескопа, будь то тубус фокусера или диагональное зеркало. У большинства любительских приборов это значение равняется как раз таки 1,25 или же 2 дюйма, одному из двух распространенных стандартов. Детские модели зачастую имеют посадочный диаметр 0,965 дюйма. Подходящие дополнительные окуляры найти в продаже достаточно сложно и самым оптимальным решением для такого телескопа будет приобретение переходника на стандартный диаметр и использование более распространенных линз. Также стоит упомянуть о том, что некоторые профессиональные приборы, в основном высококлассные рефракторы, предназначенные для астрофотографии и наблюдений широких звездных полей и объектов дальнего космоса, оборудуются фокусерами с посадочным диаметром более 2 дюймов для возможности получения длинного фокуса и сверхшироких углов обзора с такими окулярами, как например знаменитый 100-градусный Explore Scientific 30 мм с баррелем 3 дюйма или штучные экземпляры от Zybert Optics с диаметром до 4,3 дюйма. К слову, на барреле большинства окуляров, пожалуй, за исключением простейших комплектных моделей, поставляемых с недорогими телескопами, имеется резьба для установки различных светофильтров, улучшающих визуальное наблюдение по определенным объектам. Другая важная цифра в маркировке нашего окуляра 5 мм, его фокусное расстояние – важнейший параметр, определяющий увеличение в связке с конкретным прибором. Напомним, что кратность астрономических инструментов высчитывается путем деления фокусного расстояния телескопа на фокусное расстояние окуляра. Например, установив нашу линзу на модель, скажем, SkyWatcher 130-65EQ2 с фокусом 650 мм, мы получим кратность, равную 130 мм. В целом, фокусное расстояние окуляра и увеличение телескопа находятся в обратной зависимости. Чем больше значение мы видим на окуляре, тем меньшую кратность он обеспечит и наоборот. На современном оптическом рынке представлен широкий ассортимент линз с различным фокусным расстоянием в диапазоне от 2 до 56 мм. Новичку в мире астрономии может показаться, что к телескопу обязательно нужно подобрать такой окуляр, который будет давать наибольшее увеличение. Однако это, конечно же, не так. Во-первых, нужно помнить, что возможности телескопа ограничены такими параметрами, как максимальное и минимальное полезное увеличение, превышение которых не имеет смысла, так как это не раскроет новых деталей исследуемого объекта, а лишь приведет к ухудшению картинки и не позволит добиться отображения большей площади звездного неба из-за ограничения диаметра светового потока, который может воспринять человеческий зрачок ввиду его небольшого размера. Первое можно посчитать, умножив апертуру телескопа в миллиметрах, то есть диаметр основного оптического элемента объектива или зеркала на 2, а второе разделив ее на 8. Например, если брать уже упомянутый рефлектор Skywatcher 130-65EQ2, значения будут равны 260 и 16 крат. Ну а во-вторых, при выборе окуляра не стоит гнаться за как можно большим значением кратности вашей системы, отталкивайтесь от конкретных задач, которые вы возлагаете на линзу. Например, поисковую линзу лучше подбирать из расчета на увеличение в 30-40 крат. Также стоит упомянуть и об окулярах с переменным фокусным расстоянием, как этот Skywatcher Zoom 7-21 мм, с возможностью его плавной регулировки в пределах, как следует из названия, от 7 до 21 мм. С одной стороны, такое решение более универсально за счет того, что одна линза по сути заменяет собой сразу несколько окуляров. Однако, с другой стороны, подобная Zoom-система, как и в биноклях, зрительных трубах и монокулярах, накладывает определенные ограничения. Значительную потерю качества на больших значениях кратности, узкий угол обзора и более темную картинку по сравнению с окулярами с постоянной кратностью. В целом же, Zoom-окуляры будут вполне рабочим решением для телескопов с низким значением светосилы, то есть большим отношением между диаметром объектива и фокусным расстоянием, от 1 к 10 до 1 к 15, так как такие модели наиболее неприхотливы к качеству окуляров, а их длинный фокус нивелирует многие аберрации или, проще говоря, искажения, которыми могут обладать линзы с переменным фокусным расстоянием или же просто недорогие окуляры. Вернемся к маркировке нашего окуляра Skywatcher. Осталось раскрыть последнее обозначение UVA 58 градусов. Знак градуса говорит сам за себя. Число 58 – это поле зрения линзы, угол ее обзора. Этот параметр также очень важен при выборе окуляра, так как позволяет понять, какую область вы будете видеть с ним в телескоп. Рассчитать реальное поле зрения всей системы можно по простой формуле. Угол линзы, в нашем случае 58 градусов, необходимо разделить на увеличение, которое окуляр дает связке с прибором. С рефлектором 130-65EQ2 оно составит 130 крат. Получается 0,446 градуса. Достаточно неплохой результат для такой высокой кратности. Для сравнения диск полной луны занимает на звездном небе угол около 0,5 градуса. По значению поля зрения окуляры можно условно разделить на три большие группы. Стандартный с углом обзора в пределах 38-58 градусов, широкоугольный с полем 58-80 градусов и сверхширокоугольный от 80 до 120 градусов. Линзы из второй и третьей категории, как правило, имеют маркировку WA, SWA и UW, UWA соответственно, что переводится как широкий угол, wide angle, с приставками super или ultra. Такие окуляры нужны в первую очередь для комфортного наблюдения за протяженными deep sky объектами и обзорных исследований звездного неба, в то время как точечное изучение планет и двойных звезд вполне допустимы с линзами со стандартным полем зрения. Кстати, в нашем примере маркировка UWA это некий маркетинговый ход и по общепринятой классификации данный окуляр все же должен маркироваться аббревиатурой WA без приставки U. При выборе линзы особое внимание также стоит уделить наглазнику, элементу конструкции окуляра, отвечающему за взаимодействие с глазом наблюдателя, защите от бокового света и центрирующему оптическую ось линзы со зрачком пользователя. Во многих недорогих короткофокусных моделях он попросту отсутствует, из-за чего работа с такими линзами в течение длительного времени вызывает дискомфорт. Там же, где он есть, наглазник выполняется из резины или каучука и может быть скручиваемым, как в нашем случае, что удобно даже если вы носите очки при астигматизме, снимать их для работы с телескопом не стоит, или же анатомически, повторяющим очертания глазницы. Один из важнейших параметров окуляра – оптическая схема, также часто указывается либо на его корпусе, либо, как в нашем случае, плёссел на упаковке в составе наименования. На современном оптическом рынке представлены окуляры с совершенно разными конструкциями и их выбор достаточно велик. Какие-то имеют всего две линзы в конструкции и отличаются крайне низкой стоимостью, например, окуляры схемы Рамсдена и Кюгенса, маркирующиеся буквами R и H соответственно, которые можно встретить в комплекте с детскими телескопами. Другие же используют большее количество оптических элементов и ценятся за чистую картинку с высокой детализацией и отсутствием аберраций. Пожалуй, в качестве наиболее популярных конструкций можно выделить оптические схемы Кюльнера, Плёсла, Эрфле, Ортоскопическую, РКИ, Наглера, а также Барлоу, который по сути является не окуляром, а вспомогательной конструкцией для увеличения фокусного расстояния телескопа или, если хотите, уменьшения фокуса окуляра на определенный коэффициент. Линза Барлоу устанавливается в окулярный узел прибора и используется в связке с окуляром для достижения больших вариаций кратности с меньшим парком оптики. Например, имея окуляры с фокусным расстоянием 5 мм, 18 мм и 24 мм, за счет применения двухкратной линзы Барлоу с ними мы получим еще 3 дополнительных фокуса 2,5 мм, 9 мм и 12 мм соответственно. Говоря простым языком, эта линза увеличивает общую кратность системы в 2, 3, 5 и более раз в зависимости от маркировки, которую вы видите на ней. Однако ее использование ведет к общей потере качества картинки, особенно по краям поля зрения и зачастую актуальна лишь при наблюдении планет и двойных звезд. Посадочный баррель линзы Барлоу может иметь такие же стандартные размеры, как и у окуляра 1,25 дюйма, 2 дюйма или больше, если речь идет о специализированном аксессуаре. Кроме того, он также содержит резьбу для установки светофильтров. Окуляр Кёльнера является одним из самых простых и недорогих решений, подходящих для приборов с низким значением светосилы. К плюсам можно отнести неплохое качество изображения по центру, а к минусам размытие картинки по остальному полю, малый вынос зрачка, об этом параметре мы поговорим чуть позже, и достаточно узкий угол зрения до 50 градусов. Наилучшим образом, без лишних искажений, будут работать окуляры Кёльнер с фокусом от 20 мм и более. Окуляр Плесла, пожалуй, самый популярный и максимально универсальный аксессуар в астрономической сфере. При относительной недороговизне, данная схема предлагает отличное качество изображения по всему полю зрения, достойную работу с телескопами любой апертуры и светосилы, а также хороший угол обзора от 50 градусов и выше. Недостатком же можно отнести малый вынос зрачка, составляющий, как правило, около 70-80% от фокусного расстояния. Ортоскопические окуляры являются идеальным выбором при работе на средних и больших увеличениях по планетам и Луне, так как они обеспечивают околоидеальное качество картинки с хорошей хроматической коррекцией и достаточный вынос зрачка, но при этом имеют узкое поле зрения, всего 40-45 градусов, которое не подходит для наблюдения протяженных объектов дальнего космоса. Аббревиатура RKE расшифровывается как Ранг Касперит Эрфле по именам изобретателя данной оптической схемы и двух оптиков, разработки которых легли в ее основу Дэвида Ренка, Отто Касперита и Генриха Эрфле. Окуляры данной конструкции представляют собой несколько усовершенствованные линзы Кёльнера и дают резкое на большей площади изображение поле зрения, предосходную коррекцию аберраций и длинный вынос выходного зрачка. Угол обзора при этом остается небольшим, в среднем около 45 градусов. Окуляры системы RKE также считаются одним из лучших решений при работе с Луной и планетами Солнечной системы за счет использования малого количества линз, что сильно сокращает света потери и придает конечной картинке исключительную четкость, контрастность и цветоперетачу. Окуляры системы Эрфле, названные по имени выдающегося инженера оптика Генриха Эрфле, представляют собой широкоугольные линзы с углом обзора в пределах 60-80 градусов, хорошо скорректированными аберрациями по центру поля зрения с некоторым спадом качества изображения ближе к его краю, прекрасным контрастом картинки, а также крупными глазными линзами и большим выносом выходного зрачка. Окуляры данной схемы хорошо подходят для работы с объектами дальнего космоса на небольших увеличениях. Окуляры системы Наглера, названные также в честь своего изобретателя Альберта Наглера, представляют очень широкое поле зрения от 80 градусов и выше, а также хорошо скорректированы по астигматизму и другим аберрациям, кроме того они отлично работают в связке с телескопами с любой светосилой. К минусам же данной конструкции можно отнести лишь дороговизну и крупные габариты, и массу аксессуара, зачастую свыше полукилограмма. В остальном же многими астролюбителями окуляры такого типа считаются лучшими, как при наблюдении двойных звезд, планет и луны, так и при работе по туманностям, галактикам и звездным скоплениям. Возвращаясь к маркировке окуляров, расшифруем еще несколько сокращений и аббревиатур, которые можно встретить на корпусе или коробке аксессуаров. Ранее мы упомянули о выносе выходного зрачка, еще одной немаловажной характеристики окуляра, указывающей на то, на каком расстоянии от глазной линзы окуляра пучок выходящего света формирует конечное изображение системы телескопа, которое должно попасть на зрачок пользователя. Наиболее комфортным для наблюдений считается вынос зрачка порядка 15-18 мм, а его значение от 10 мм и менее уже существенно затруднит ваши наблюдения из-за постоянного запотевания линзы от тепла тела и риска обжечь глаз о металлический корпус окуляра или стеклянную линзу на холоде. Вынос зрачка в случае, если производитель не указывает его напрямую для систем Кельнера, Плесла или Эрфле, можно посчитать путем умножения фокусного расстояния на коэффициент 0,7. Как вы понимаете, окуляров с фокусом ниже 14 мм при подобном расчете априори вынос зрачка никогда не будет комфортным, однако это не совсем так. Добиться повышения этого показателя можно путем использования в конструкции отрицательного переднего компонента. В этом случае аксессуары имеют маркировку LE или LER, что расшифровывается как Long Eye Relief, в переводе длинный вынос зрачка. Буквы FC, MC, FMC или же слова Full Coated, Multi Coated или Full Multi Coated на корпусе окуляра говорят нам о наличии просветляющего покрытия на линзах, уменьшающего бликование стекол, улучшающего светопропускание и контраст изображения. Речь идет, соответственно, о полном просветлении, при котором все поверхности линз просветлены многослойным с несколькими слоями покрытия или полном многослойном просветлении, сочетающем два предыдущих типа. Наличие покрытия можно оценить и самостоятельно по цветным бликам на внешних стеклах окуляра. Маркировка ED или LV означает, что в окуляре 1-2 линзы, изготовлены из стекла марки ED Extra Low Dispersion со сверхнизкой дисперсией или лантанового тяжелого стекла соответственно, что позволяет существенно улучшить качество изображения. Итак, мы рассмотрели, пожалуй, все наиболее важные аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе окуляра. Добавим лишь, что телескопы с высокой светосилой априори более требовательны к качеству применяемых с ними линз. Давайте же определимся с тем минимальным парком оптики, который потребуется вам для начала продуктивных наблюдений. Первым будет сверхширкоугольный окуляр, дающий минимальное полезное, так называемое равнозрачковое увеличение с телескопом, примерно 1,7-1,8 от диаметра объектива в миллиметрах, для поиска интересующих объектов на звездном небе, обзорного наблюдения протяженных туманностей и галактик. С нашим гипотетическим телескопом SkyWatcher 130-65EQ2 для этих целей потребовался бы окуляр с фокусным расстоянием с 40 мм. Далее сверхширокоугольный окуляр для работы по наиболее популярным DeepSky объектам каталога Messier под увеличение порядка 1,3 от апертуры, в нашем случае это линза с фокусом 15 мм. Следующий широкоугольный окуляр, рассчитанный на кратность около половины от диаметра объектива телескопа для продуктивных наблюдений компактных галактик и туманностей на пределе проницающей способности прибора. Большее увеличение неизбежно будет приводить к ее уменьшению, что не позволит с прежней эффективностью изучать тусклые объекты. С инструментом 130-65 для этой цели послужит линза 10 мм. Далее широкоугольный окуляр для эффективного разрешения на звезды, шаровых и компактных рассеянных скоплений, наблюдения умеренно протяженных планетарных туманностей, деталей самых ярких галактик, дающие увеличение около 0,7 от апертуры. Для нашего гипотетического телескопа это будет окуляр с фокусным расстоянием около 7-7,5 мм. Еще один окуляр, необходимый для обзорного наблюдения Луны и планет Солнечной системы, идентификации звездообразных объектов наподобие Плутона с увеличением равным значению диаметра объектива телескопа в миллиметрах. В нашем случае в этом качестве будет использован окуляр 5 мм. Следующая линза потребуется для рабочего изучения планет, их крупнейших спутников и деталей Луны, а также разрешения двойных звезд. Для этого необходимо увеличение около 1,4 от апертуры. С телескопом 130-65 для этих целей подойдет окуляр 3-4 мм. Ну и наконец окуляр, дающий максимальное полезное увеличение, то есть 2 диаметра объектива в миллиметрах, для наблюдения контрастных деталей планет и мельчайших фрагментов рельефа Луны. С нашим инструментом для достижения такой кратности необходима линза с фокусным расстоянием 2,5 мм. Итак, друзья, мы с вами поговорили о широком разнообразии окуляров, о том, какие важнейшие параметры у данного типа аксессуаров есть, на какие стоит обратить внимание и какие окуляры стоит выбрать для покрытия наибольшего круга задач и наибольшего раскрытия возможностей вашего телескопа. Надеемся, данное видео было вам интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих роликов или просто вы хотите поделиться какой-то дополнительной информацией или что-то поправить, все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться и развиваться. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и обязательно нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых роликов на нем. Ну и, конечно же, в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте Opticus Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!